Всем привет! Сегодня у меня на обзоре будет очередной новый для меня материал, и это темпера. Самое первое, что я узнала про темперу, это то, что ее нужно смешивать с яйцом. Поэтому она меня всегда пугала, я не представляла, как это так, смешивать краску для того, чтобы рисовать с яйцом, что это вообще такое. Но давайте обо всем по порядку. В 15 веке в Италии под этим словом подразумевалось связующее вещество красок вообще, а в современной Италии по темперу подразумевает связующее вещество красок, главным в составе которого является яйцо. Надо было соблюдать количество белка и желтка. Белок яйца отдельно никто не использовал, потому что он образует очень хрупкую пленку, которая еще и водой растворяется. Поэтому его использовали только с желтком, потому что желток содержит в себе масло. Оно медленно сгущается на воздухе и долго не твердеет. Но слишком большое количество желтка вызывает растрескивание слоя, поэтому надо было контролировать количество желтка, белка. А впоследствии стали использовать яичный порошок. С ним тоже надо было быть аккуратным, чтобы не образовывались трещины. Тем более, так как начиналось это все в южном климате, там и начали добавлять что-то к этому порошку. В Италии вот это сок фигового дерева, в Германии пиво, в России квас добавляли. Но современная темпера этого уже не требует. Вот посмотрите, как удобно. Она расфасована в тубах. Очень удобно взять с собой. Не нужны никакие яйца, не нужно тут курицу выращивать, сравнивать, какого цвета у них желтки. Давайте уже скорее приступим к выкраске. В том же 15 веке яичная темпера была наиболее распространенным видом живописи в Европе. Затем к ней интерес упал, а в России остался. И эта техника использовалась для церковной живописи. Поэтому сейчас ее многие знают как краску, которой пишут иконы. И до сих пор многие конописцы используют темперу. Потому что у нее такой вот стилизованный характер. Затем в 19 веке поняли, что яйцо как-то изжило себя и заменили натуральную эмульсию на искусственную. В этом виде темпера распространилась в Европе, а наши школы продолжили обучение на масляной живописи. Поэтому новая темпера для нас это малоиспользованная техника. Ей пытались писать как гуашью, а ей надо писать многослойно и лессировочно. Мы видим, как цвета начинают немного тускнеть при высыхании. Чем-то это похоже даже на гуашь, когда она светлеет. В общем, это довольно укрывистые краски. Можно писать и прозрачно, можно писать и укрывисто. Вот здесь, конечно, желтый посветлел. И нужен плотнее, видимо, слой, чтобы прям перекрыть. Но хоть они и все указаны, что укрывистые. Ну вот мы видим, насколько они укрывистые. И вот как подсыхает краска, и цвет становится не такой насыщенный и яркий. Некоторые краски тут под давлением аж распирает. Давайте, наверное, порисуем. Я возьму альбом для акварели. Здесь плотность 200 грамм бумаги. Мои палитры все заняты, поэтому я возьму вот такую дощечку. Я ее обернула пищевой пленкой. Так как темпера засыхает, я эту пленку потом просто выкину. И у меня останется моя чистая дощечка. А раньше для темперы или для классической темперы нужно было использовать металлическую палитру или из жести, которая не будет ржаветь. И такой же стакан. Ну и еще немного расскажу про темперу. В 15 веке было два вида. В одном был белок, желток, вода с вином. А в другом желток и молочный сок фигового дерева. И вот этот второй вид использовали для стенописей, для письма по дереву и железу. Я уже там упоминала про яичные желтки, что разные по цвету желтки использовали для написания разных тонов кожи. Более желтые там для более смуглых, более светлые для светлых и так далее. И на яичном желтке темперу как раз использовали, чтобы писать ей по дереву. Именно так пишут иконы. И такой способ сохранился и сейчас. Несмотря на все это, под темперу нужен был грунт меловой или гипсовый. Чаще, наверное, гипс использовали. И самое еще интересное, что не всегда то, что начинали писать темперу, ей и заканчивали писать. Потому что темперой сложно было сделать плавные переходы тона. И поверх просто заканчивали работу маслом, например. Поэтому даже тогда темперу использовали просто как подмалевок или какую-то имприматуру. Конечно же, темперу покрывали лаком, так как защищает от всяких внешних факторов. И законченный вид придает краске ярче и все дела. Но современная темпера-то уже не такая. И всех вот этих заморочек не требует. Сейчас хочешь жидко пиши, хочешь пастозно пиши. Единственное, надо просто научиться ей работать. Ну, пожалуй, на этом мы закончим. Сохнет, кстати, и правда быстро. Поначалу мне казалось, что она сохнет даже слишком быстро. Но, в общем-то, она ведет себя почти как масло. Сверху покрывается пленкой. Если эту пленку расковырять, то вот она такая вот в пленочке. В пленочке. Такой мешочек. Но если пленку отковырнуть, там внутри будет краска. Вот такое уже, конечно, ничего с ним, видимо, не сделать. Можно отковырять. Не знаю, может быть, от другой палитры. Можно снять просто пленкой. Я слышала, что на деревянной палитре, если засыхает очень много акрила, его можно разрезать и отодрать как пленку просто. Поначалу я тоже не поняла, как работать. Надо было брать, как будто очень много краски. Примерно как с акрилом. Иначе получались лессировки сплошные. Можно брать практически как гуашь. Очень похоже по работе, но только сохнет. Примерно как акрил. Но не до конца. А вот сохнет как масло. Короче, тут очень много намешанного всего. Что мне нравится? Мне кажется, что сверху можно добавить какие-то лессировочные слои. Условно, если мне надо затемнить, я могу просто взять, разбавить очень много воды. И сверху гладенько пройтись. Вот, и это будет прозрачненько. Она еще высохнет, посветлеет и будет хорошо. Предыдущий слой не размывается. То есть, это не как в акварели, что наносишь сверху слой, а он смывается. Ну вот здесь от воды слой не размывается. Поэтому спокойно сверху можно наносить лессировки. А нет, что-то размывается, смотрите. Интересно, интересно. Если хорошо потереть, оказывается, можно ее что-то смыть. Не знаю, как он отсвичивает вообще или нет. В общем, вот такой сюжетик получился. В принципе, техника нанесения похожа на гуашь. Темперой не получится работать пастозно. Нужно накладывать довольно тонкие слои. Это не значит, что прям прозрачные, но тонкие. И вот вдобавок к этим тонким слоям есть еще прозрачные лессировочные. Довольно приятно с ней работать. Такое интересное, конечно, покрытие получается после высыхания. Если вы никогда не работали темперой, если вы ее как-то боялись, то не бойтесь. Можно спокойно пробовать. Все хорошо. Все нормально. Можете пробовать. Она не такая страшная, не так уж много для нее надо. Не сильно требовательная. Вы не смотрите на мой рисунок. То, что он плохой, не означает, что темпера плохая. Тем более от такой фирмы, как Невская палитра. Линейка мастер-класс. Поэтому даже не знаю, что можно сказать про эти краски. Нет каких-то явных минусов, которые можно заметить новичку. А значит, остается только знакомиться с материалом и выявлять его особенности уже в процессе работы. Ну и давайте не будем забывать, что перед нами современная темпера. Нам даже курица не нужна, чтобы рисовать уже. У нас абсолютная свобода в исполнении. И есть даже пара лайфхаков. Чтобы краски сохли медленнее, можно использовать способ, как в акварели. Смочить лист водой и писать по мокрому. И так должны быть более тонкие переходы из тона в тон. А если продолжаешь работу, то тоже ее можно намочить, чтобы посмотреть, какой тон был. И легче было попасть в начатую тональность. Так что, чтобы писать темперой, надо научиться писать акварелью. Всего-то. Ну и пару плюсов-минусов напоследок. Главные недостатки это быстрота высыхания и изменение тона. А плюсы это, если покрыть лаком, то должен быть очень красивый цвет. Темпера не темнеет, не желтеет и впоследствии не изменяет тон. То есть, как он один раз изменился, так больше он и не меняется. Некоторые свои рисунки я выкладываю в своем телеграм-канале. А также на своей странице ВК вы можете зайти, подписаться. Иногда, может быть. У меня тот потоп. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я довольно оперативно выкладываю все свои рисунки. А также добавляйтесь ко мне в ВК. Конечно же, я буду рада, если вы подпишетесь и на мой канал на YouTube. А на этом я уже буду с вами прощаться. Всем большое спасибо, что были со мной. Желаю вам хороших рисунков, хорошего настроения, новых материалов. Всем пока!